В сентябре 2021 года народно-артистки СССР Татьяне Васильевне Дорониной исполнится 88 лет. Карьера Дорониной началась в конце 50-х годов, а после драматического раскола МХАТ в 1987 году она возглавила МХАТ имени Горького, которым и руководила чуть более 30 лет. Нельзя сказать, что при ней театр особо процветал или пользовался бешеным успехом у зрителей. Возможно, поэтому в конце 2018 года ее сместили с должности. Худруком стал Эдуард Баяков, а Татьяне Васильевне придумали тогда должность президента театра. Справедливости ради следует отметить, что хоть Татьяну Васильевну и сместили с должности худрука МХАТа, в зарплате не ущемили. Не так давно Министерство культуры выложило в открытый доступ документ, в котором указаны гонорары руководителя всех учреждений, подчиняющихся ведомству за прошлый год. Значится там и Доронина, которая, как оказалось, получает в месяц 530 тысяч рублей. При этом ее доход превосходит зарплату нынешнего худрука МХАТа Баякова. Ему платят почти на 100 тысяч меньше. Вот только он, в отличие от Дорониной, на работе появляется каждый день. По всей вероятности, народная артистка так и не смирилась с решением Минкультуры, согласно которому ее сняли с должности художественного руководителя театра, сделав почетным президентом. Последний раз она выходила на сцену в начале 2019 года в спектакле «Васса Железнова». С тех пор в театре, ставшем для нее жизнью, ни разу не появлялась. Со слов Баякова, Доронина не посетила ни одной премьеры театра, хотя ее приглашали каждый раз. Сама актриса объясняет свое отсутствие плохим самочувствием и ухудшением здоровья. О том, чем в последнее время занимается Доронина вне работы, почти ничего не известно. Она не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью. И хотя Татьяна Васильевна за всю свою жизнь была пять раз замужем, на сегодня она живет одна, детей у нее нет. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!